всем привет друзья вы находитесь на канале g8 и сегодня будем делать обзор на redmi итак погнали да блин нормально же было нет и мы сегодня находимся в ботаническом саду в городе каренинграде потому что сегодня погода очень хорошая теплая конечно же redmi note 7 считается крутым самым бюджетником он уже старенький ему уже более 9 месяцев и конечно же логично компания xiaomi выпускает следующую модель это redmi note 8 я ее сам ждал за эти деньги это прямо очень крутой монстр так что поехали по плану я сейчас вам расскажу что в нем и зачем его нужно покупать скорее сегодня у меня в руках модель белого цвета но она не совсем белая тут красивый переливающийся градиент как у кстати как у ховая p30 но выглядит это очень круто и давайте сейчас его быстренько распакую расскажу что тут у нас находится как всегда у нас номенклатура и также есть зарядное устройство и кабель с разъемом usb 3пс кстати вы можете найти быструю зарядку в других версиях но обязательно спрашивайте перед покупкой потому что некоторых версиях есть быстрая зарядка на 18 ватт а вообще в принципе можно и покупать и с обычной стандартной зарядкой ну просто надо заряжать заранее смартфоны хочу сказать вам про минус этого смартфона он такой маленький минус но он так бросается в глаза при выключенном телефоне это надпись в нижней части смартфона redmi по мне так это смартфон так выглядит времен nokia какого-нибудь sony xperia но на самом деле мне я догадываюсь почему вообще так компания поступила то есть например если вы едете в маршрутке или в автобусе и вас чувак какой-нибудь или женщина или мужчина или бабушка или дедушка смотрит на ваш смартфон что вы там делаете и они видят какой а рэдми и все и все понятно сразу стало но на самом деле производители постарались хорошо они сделали шикарнейший дизайн на мой взгляд что он выглядит смотрите как офигенно четыре камеры и мне кажется что он реально похож на iphone xs max если смотреть на него вот так на переднюю панель и немножечко вот так вот вертеть потому что вот эти боковые панели будут выдавать этот iphone xs max в общем вы в руках держите не бюджетника настоящий флагман вот такие вот сейчас начали делать смартфоны компания села и это просто в общем короче и зачем вообще спрашивается сейчас покупать тогда huawei или samsung когда у сиоми есть четыре камеры ну блин китайцы молодцы они вообще просто постарались по поводу задней панели она состоит из стекла по поводу задней панели она сделана из стекла а тут присутствует сканер отпечатка пальцев которая срабатывает быстренько на нижней боковой панели у нас имеется наконец-таки мой любимый 3-х с половиной миллиметровый джек также тут у нас есть разъем для юсби тыпси динамик который кстати работает очень хорошо если вы включите его на полную мощность он не будет ни хрипеть не дрожать а полностью будет работать приятно для нашего ух на в этом смартфоне имеется разъем для трех сим-карт то есть если вы бизнес-молл-мэн или бизнес-мэн смартфон сто процентов подойдет для вас экран у этого смартфона крутой разрешение 2340 на 1080 точек на дюйм полки и диагональ 63 этот экран прямо стоит своих денег и как для бюджетника он чем вообще вах и как же дела обстоят у нас с производительностью производительность в этом смартфоне по сравнению с редми нот 7 она улучшилась то есть вы можете играть также папк ворту на ультрах тут с этим и снэп драган снэп драган 665 так что по поводу производительности заморачиваться не стоит играть можно во все что угодно на здоровье до потери пульса а теперь переходим к камерам тут четыре модуля на задней панели это основной модуль на 48 мегапикселей ширик на 8 мегапикселей и два остальных модуля по 2 мегапикселей это макросъемка увеличение глубины резкости по поводу памяти этот смартфон представлен в трех категориях так сказать это 464 664 и 6128 зарядка емко-емко-емко-емкость емко-емкость емкость аккумулятора это 4000 миллиампер в час живет он ничуть не хуже чем redmi нот 7 и в целом камера тут хорошая и фронталочка тут приятная и дизайн у него просто с ног шибательными на самом деле 4 камера корпус из стекла 3,5 миллиметра джек мультимедийный динамик full hd экран и это все в одном redmi нот 8 если вы спросите стоит ли его покупать то да стоит ну все ребята с вами был дзи и это канал g8 увидимся в следующем обзоре подписывайтесь на наш канал в ютубе подписывайтесь на вк ставьте лайки там же и комментарии и дизлайки ставьте на ютубе колокольчик ставьте подписывайтесь на наш инстаграм в общем redmi нот 8 покупать стоит выглядит он как флагман так что все пока пока флагман так